Привет, друзья! Добро пожаловать в наше новое очередное видео. С вами, как всегда, я Пановаренко и наш фирмировый инспиратор Николай Карманов. Привет всем! Николай Карманов. Сегодня у нас очень интересная для вас тема, как мне кажется, а именно, как же можно и нужно покупать недвижимость в Германии пошагово. Сегодня в этом видео мы вам об этом расскажем. Точнее, Николай расскажет из практических своих, из опыта практического, потому что он владеет недвижимостью и он финансирует недвижимость. То есть ты как бы не сапожник без сапог, а ты на практике можешь это все сказать. Совершенно верно. То есть недвижимость – это одна из моих самых любимых тем, потому что благодаря недвижимости я вообще пришел в бранжи как консультант фирмирования брата. И могу сказать, что был на обоих сторонах баррикад, так сказать. И как человек, который хотел купить недвижимость, и как человек, который постоянно сталкивается с людьми, которые хотят купить недвижимость и хотят профинансировать недвижимость. Вот. Поэтому, да, эта тема для меня очень интересная. Я думаю, это не только тебе, так. Мне тоже, признаюсь, в последнее время стала эта тема очень интересна. Вот. Кстати, подписывайтесь на наш бесплатный телеграм-канал. Ссылочку вы видите прямо сейчас на ваших экранах. Там мы более подробно, более глубже обсуждаем темы бизнеса, финансов, финансирования, пассивного дохода. Там же вы можете задать нам напрямую с Николаем вопросы, то есть либо Николаю, либо мне, либо другим экспертам, и получить на это развернутый полный ответ, да. То есть все абсолютно бесплатно. Кроме того, там есть еще единомышленники, которые так же, как и ты, хотят добиться каких-то особых финансовых высот. Я высвечу сейчас на экране дисклеймер. Все, что мы скажем в этом видео, это наше личное мнение, наш личный опыт и то, как бы мы рекомендовали, то, как бы мы это делали бы сами. Никакого анлаги биратунга, штоер биратунга, финансируем с биратунга и всех прочих биратунгов мы в этом видео не делаем. Весь дисклеймер был на экране и, надеюсь, ты успел прочитать. Третий шаг, когда все это подготовлено у нас уже, это непосредственно поиск недвижимости. Вот это очень интересно. Если вы решили, что вы хотите, и это примерно то, что прям недвижимость я буду покупать, это то, что мне интересно. Смотреть раз в месяц объявления на Immobilien Squad 24 – это не поиск недвижимости. То есть все, что вы будете там находить, это то, что никому прям не нужно. Как раз вот те объекты, про которые мы говорили. Поиск недвижимости должен быть прям частью вашей рутины, то есть ваших будней. Короче, каждый день, как минимум час, лучше два, три, четыре часа, если реально хотите что-то найти хорошее, надо вот искать. И искать, смотри, а как искать? Ну вот, ImmoScout, я думаю, все знают, да, и ImmoScout, и Beeklein & Seigen, ImmoWelt, ImmoNet, их там дофига сайтов всяких. И вот, что мне, прям на всех этих сайтах вот надо каждый день лазить, это же столько времени, или как это можно? Ну, скажу так, если все касается ImmoWelt, ImmoWelt, ImmoNet, там практически одни и те же, да, идут редко, когда выпадают, ну, то, что нет на ImmoScout, но есть, скажем, на ImmoWelt. Как правило, это одни и те же объекты. Ну, ты, конечно, сказал, что три-четыре часа – это много, но хотя бы брать полчаса времени, для того, чтобы осматривать, какие приходят свежие объекты. То есть это, что касается онлайн-портала. И Beeklein & Seigen, там могут появляться объявления, которых нету на ImmoWelt или на каких-то других платформах, потому что там очень много появляется частников. Люди, которые вот решили продать, но они пока не заморокились там. У меня, кстати, вопрос есть, а как лучше, вот, покупать у маклера или участников? Вот я слышал, например, что участников можно, типа, и дешевле как-то выторговаться, или же у них они дороже могут продать, или вот как это вообще, как ты считаешь? Извини, что прерываю это видео. Я хочу поделиться с тобой интересной информацией. Не переключайся, через минуту ты сможешь досмотреть это видео до конца. Ты живешь в Германии и хочешь иметь больше денег? Тебе надоели финансовые проблемы и страх перед бедной старостью? Ты хочешь обеспечить себе и детям богатое светлое будущее? Тогда добро пожаловать в первый русскоязычный закрытый онлайн-клуб по созданию пассивного дохода в Германии и заработку денег через интернет. В клубе ты получишь рабочие схемы, стратегии и финансовые инструменты, благодаря которым ты обретешь, наконец, финансовую безопасность, увеличишь свой доход, умножишь свой капитал и не будешь больше бояться потерять свою работу или остаться без денег. Окружение единомышленников, конкретные рекомендации, пошаговый план действий, только стопроцентная практическая информация от экспертов в сфере бизнеса и финансов, живые онлайн-встречи и вебинары. Хочешь иметь больше денег? Достали финансовые проблемы? Надоело ждать чуда? Тогда тебе нужно вступить в этот клуб, ведь ты абсолютно ничем не рискуешь, так как у тебя есть стопроцентная гарантия возврата денег. Вступить в клуб можно по ссылке рядом с этим видео или на сайте ильяпономаренко.ком. Внимание! Набор участников клуба ограничен. Успей вступить в клуб по самой выгодной цене прямо сейчас. Ну смотри, Илья, однозначно этого вопроса-ответа нету, потому что, смотри, у маклера, с одной стороны, вернее, участника, да, можно сэкономить на вот этих маклер-провизион, с другой стороны, часто встречается, что когда человек продает сам квартиру или дом, ну, как бы, вот это мой дом, я его покупил или построил, для него он как дворец. И цена очень часто бывает, что она чуть завышена, чем вообще, как бы, в регионе, да, потому что, ну, опять же, нужно, возвращаемся к первому шагу, понять, где ты покупаешь, ориентируешься ли ты в ценах, да. Например, для меня, вот как для финансирования, удобнее, когда люди покупают у маклера. Это, опять же, связано с подготовкой документов. То есть, правильно понимаешь, что, по-моему, с маклерами та же песня, ты, как финансфер Митлер, или банкир любой другой, или маклер тот же самый, вы все любите, когда все разложено по полочкам, когда все подготовлено, когда вам не надо, там, скажем так, делать лишних телодвижений. И это, с одной стороны, вам удобно, с другой стороны, польза для покупателя, потому что вы можете намного быстрее тогда, ну, бумажки в сети оформить и, как бы, сделку сделать. Вот у меня, из моей практики, буквально, вот, это было два года назад, моя родная сестра покупала квартиру без маклера, и продавцы были довольно-таки пожилые люди. Вот, и так как для моей сестры это было первый раз вообще, она столкнулась с недвижимостью, я ей дал список документов, которые мне нужно, вот, она попросила, говорит, ты можешь, пожалуйста, сам с ней поговорить, потому что они, я им не могу донести, объяснить, что это за документ, а они не понимают, да, то есть, вот, как вот, к примеру, я прихожу, говорю, уважаемый, вот, мне нужна грунбухауссук, да, то есть, это домовая книга, где, вот, написано, что это за квартира, кто ее владелец, они мне дают документ с 75-го года, когда вот они эту квартиру купили, только был Нойбау в то время. Для банка нужен грунбухауссук, который не старше шести недель. Вот, теперь они говорят, да, мы понимаем, нам нужно это заказывать, это стоит денег, а кто это будет платить? То есть, это должен тогда покупатель платить. На что я аргументирую, ну, покупатель, может быть, эту квартиру не купит, исходя из того, что там написано. В этом грунбухе, то есть, это пакет документов, которые мне обязан предоставить именно продавец. Вот, маклер с этим связан, он понимает, что эти документы нужны, он сразу, когда принимает объект, я сейчас говорю о, как бы, ответственном маклере, да. Вот, только хотел сказать, да, маклеры тоже свои... Он просто понимает, что эти документы так или иначе будут нужны для любого банка, да, и он их сразу подготавливает, либо заказывает, что уже в процессе. Такие вещи, как, к примеру, особенно старые объекты в Омфляхе и Брехненг, то есть, где по каждой комнате расписано, какая площадь квартиры. Это омфличный документ, он должен быть, но не каждый собственник, не каждый же формат только этот документ имеет, и у старых объектов эти документы находятся в баломте, в архиве. Иногда это происходит в течение двух-трех дней, люди получают документы, иногда это длится 3-4-5 недель, то есть, когда вот у нас штатовый порталь, у меня 6 недель длилось, пока архив этот документ нашел. Вот. Маклеру не нужно объяснять, что это за документ, он это прекрасно понимает и все это подготавливает. Плюс, что касается цены, маклер прекрасно ориентируется в ценах. Да, у него задача, может быть, большую цену для клиента, как получить за объект, но он прекрасно понимает, что если цена будет слишком завышена, он этот объект не продаст, и чем адекватнее цена, тем быстрее он реализует этот объект, тем быстрее он получит свой провизион. Сейчас лучше оговорочку сделать. Время, когда мы снимаем это видео, видео-то будет долго стоять в интернете, сейчас такая ситуация, феркофер-маркт, насколько я знаю. То есть, какую бы цену, люди бешено просто скупают. Ну да. По любой цене. Сейчас, да, совершенно прав, потому что, ну да, я еще помню времена, когда квартиры по несколько месяцев продавались. Сейчас просто жесть вообще. Я так смотрю и... То же самое и маклеры. Есть маклеры, которые уже несколько десятков лет работают, они просто понимают, что сегодняшняя ситуация не будет вечной, им все равно нужно держать марку. Вот есть маклеры, которые вот благодаря этой ситуации стали маклерами, поэтому так будет всегда. Ну то есть, как я сказал, однозначно ответа нет, можно сэкономить на... Ну смотри, здесь можно сделать лайфхак людям сказать. Если, допустим, я пришел вот к такому паре, возьмем этот пример твой, да, говорю, мне нужны такие документы, они говорят, ничего не знаем, как бы, ну вот нету, да, и ты когда просишь их сделать, они говорят, мы, ну как бы, не понимаем, и ты говоришь, окей, давайте так. Так, я хочу вопрос такой, можно ли так сделать вообще или нет? Ты говоришь, давайте так, я сделаю это за вас, дайте мне доверенность, напишите мне фольмах, чтобы я мог за вас как бы вот ходить по этим всем бихердам, спрашивать эти бумажки, выбивать, да, вот, но это как бы сайт оффланд, и потом я рискую тем, что я могу и не купить эту квартиру, увидев, что там стоит, да, давайте придумаем, что мы можем сделать тогда с ценой. Ну, то есть, как это, я считаю, весомый аргумент, когда не хватает таких бумаг, из которых они как бы не продадут, сами они не знают, не хотят бояться, или же любая другая причина, и ты как бы идешь навстречу, говоришь, окей, ребята, давайте так, я помогу, ну, как бы я соберу за вас это все, потрачу там эти деньги, время, нервы, возможно, да, причем не зная того, что там стоит, но давайте тогда поговорим насчет цены, подумаем, что можно тут придумать с этой ценой. с ценой. Можно так сделать? Да, почему нет, то есть, это возможно через фольмахт, через доверенность, опять же, в зависимости от ситуации, да, потому что сейчас, к примеру, рынок очень горячий, и... Ну, сейчас, да, мы говорим, в принципе, да, про варианты, но на данный момент улетают квартиры, недвижимость, как горячие пирожки просто, все голодные. Вернемся, опять же, к польску квартиры, да, то есть это мы сейчас обговорили, что есть и бейклайн-инсайд, вот, личные контакты, если вы решили, что вы хотите заниматься недвижимостью или купить недвижимость, расскажите об этом всем людям, которых вы знаете, что вы ищите дом, квартиру, какой-то объект, то есть личные контакты... Слушай, ну смотри, а люди, как сейчас они, это, стремаются, типа, ну, дай бог, кто узнает, это подумает, что у меня там появились деньги, это же, а вдруг сглазят или еще что-то, как это вот? Это вопрос, как бы, насколько... Вопрос саморазвития личностного роста, да. Да, возможно, но если вы этого боитесь, то, не знаю, ищите какие-то другие возможности, но это один из методов, мы же сейчас не говорим о том, что вот так нужно делать, вот, если вы решили, у вас есть знакомый, или у вас зашел разговор о недвижимости, скажите, что вы ищете, вот, возможно, кто-то где-то когда-то у кого-то слышит, что кто-то продает дом. Кстати, даже один из методов, который большинство уже не использует, это газеты, объявления в газетах. А газеты, кстати, вот, читает кто-то вообще эти газеты еще? А вообще есть? Я не знаю, кто что читает, но я знаю, что многие пожилые люди продают дома, например, да, то есть они не решили кому-то, кому его ставить на средство, решили его перевести в наличность, и для этих людей интернет, как бы это... Ну, понятно, да, окей, согласен. Можно, и проще пойти в редакцию, дать две строчки объявлений. Поэтому... Кстати, хороший тип, вот. Да, наверное, стоит попробовать. Я знаю еще про флайеры, но это как бы связано с деньгами, то есть разбрасывать, заказать флайеры, что вы там ищете, ну, если вот в вашем городе, к примеру, да, ищете там... Насчет флайеров, здесь это как бы перекликается еще с другим методом, это личный контакт с маклерами. Посмотрите, кто в вашем регионе, какие маклеры продают недвижимость по ансаге, даже ту недвижимость, которую вы, может быть, не хотите покупать или не можете себе позволить, но позвоните этому маклеру, встретитесь, пригласите его на кофе, пообщайтесь. Кстати... Дайте ему флайер, что вы ищете именно вот такое. Флайер? Или тогда уже лучше... Я знаю, есть такая штука, как это называется? ЗУХ-профиль или что такое? Короче, там целая папка с бумагами, что там расписано прям, вот кто ты, чем занимаешься, что вы хотите, ваши цели, короче. Чтобы, короче, суть в чем? Продать маклеру идею, что ты для него интересный клиент в плане денег, что он с тобой может делать дела, что он на тебе заработает деньги, и в идеале убедить его в том, что если у него появится интересный объект в ближайшее время, чтобы он подумал в первую очередь о тебе, что маловероятно, скорее всего, будет. Но как бы вот это надо добиться, правильно? Илья, такой метод можно использовать при условии, что второй шаг был проработан, что ты действительно представляешь интерес, потому что... А, ну да, это как бы... Это очень большое разочарование для тебя и для маклера, если он тебе будет предлагать объект за объектом, соответствующий твоему профилю, но ты не сможешь их профинансировать. Но как бы это один из методов, именно личный контакт, потому что особенно вот сейчас, когда март актуальный, квартиры улетают, или вообще недвижимость продается очень быстро, некоторые маклеры продают недвижимость еще даже не выставляя эти объекты в интернет. Да, именно за счет... То есть ты считаешь, лучше идти к маклеру напрямую, чем разбрасывать или пытаться какие-то приватные... Или нет, я скажу так, наверное, лучше, наверное, делать все сразу. Да. Параллельно. Не что-то одно там, либо то, либо то, а лучше делать, как бы сказать, массово, да, вот это запустить, так сказать, щупальца везде. Как я уже сказал, то есть пояс недвижимости должен быть непосредственно входить в твою рутину ежедневную. Короче, по сути, это вторая твоя работа будет. Или третья. Можешь сказать, это хобби, или это работа, но это должно быть постоянно. То есть ты должен смотреть, то есть наблюдать за рынком, для того, чтобы вообще ориентироваться в рынке. То есть это даже не просто, что вот найти какой-то объект, а просто понять, что продается, как продается, как долго. Прицениться, да, опять же таки, чтобы наблюдать рынок, прицениться, чтобы понять вообще, какие реальные, ну, что дорого, а что недорого. Это нужно наблюдать за рынком, там, два-три месяца, смотреть вот в том районе, где вы там собираетесь покупать, цены, как вот, что быстро уходит, что долго стоит. То есть, ну, со временем появляется вот эта все равно чуйка, да, когда ты видишь, что выстрелил объект, и бац, через 15 минут его уже сняли. Ну, то есть, как бы он все, ушел сразу. А есть те, которые поставили, они стоят месяцами, и как бы, ну, никому не интересно, не надо. Значит, там либо дорогая цена слишком, либо какие-то проблемы, либо все сразу в одну кучу.